Как защитить себя от схем, которые используют мошенники для незаконного получения денежных средств? Эту тему обсудили в предцентре СИБФМ-групп, представители правоохранительных органов Банка России, различных контролирующих ведомств и органов социальной защиты. По сам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, очень часто жертвами становятся самые доверчивые, незащищенные категории горожан – одинокие пенсионеры. Категории людей, которые наиболее подвержены действиям мошенников – это пожилые люди, для которых характеризует обостренная потребность в общении, во взаимодействии. И вот страх обидеть недоверием у них существует еще такая особенность, которая их характеризует. Часто мошенники в своей незаконной деятельности прикрываются именем Банка России. Однако эта финансовая организация вообще не работает с частными лицами. Если кто-то обращается от ее имени, то это практически несомненно попытка обмануть. Сейчас Банк России ведет разъяснительную работу и выявляет различные сомнительные организации. И уже вскоре эта борьба усилится. Предполагается автоматизированный обмен данными между ведомствами, что позволит ускорить процесс рассмотрения мошеннических схем, позволит более оперативно рассматривать их. Еще одна организация, которой прикрываются мошенники – Пенсионный фонд. И здесь также есть простейшие способы выявить тех, кто пытается вас обмануть. Никогда сотрудники Пенсионного фонда по телефону конфиденциальную информацию, в том числе по счетам и картам, не запрашивают. Главное в работе по борьбе с мошенниками в этой сфере – информирование населения, говорят эксперты. И за последнее время удалось добиться определенных успехов. В текущем году за 9 месяцев у нас зарегистрировано таких преступлений на минус 369. Я скажу, что это уже серьезные цифры, потому что всегда из года в год шел рост этих преступлений. Однозначный рост с большими плюсами. Вот в этом году это первый раз мы добились снижения уровня регистрируемых преступлений в сфере высоких технологий на минус 369. Отметим, что зачастую способы уберечь свои средства от мошенников элементарны. Например, можно позвонить по номеру телефона, указанному на банковской карте, и уточнить, действительно ли их сотрудник связывался с вами. А в случае, если вы уже сообщили какие-либо данные, связанные с ней, попросить заблокировать карту. И стараться не сообщать незнакомым людям свои персональные данные, даже если они представляются сотрудниками солидных организаций и вызывают у вас доверие. Уточняйте любую информацию в банках и фондах, и шанс лишиться крупной суммы денег станет минимальным.